всем доброго здоровичка нахожусь селе посмотрите какой урожай тыквы вот на этом небольшом участке больше сотни плодов но сегодня пойдет речь не о тыкве а вот в этих вот двух деревьях это сливы сейчас я сюда перейду правда у нас сейчас восход сходит солнышко возможно будет светить не в камеру поэтому снимать будет не очень хорошо это сливы которые имеют и свою историю историю краткосрочную несколько буквально десятков лет о которой я хорошо все знаю есть у них история опять же я буду менять ракурс есть у них история которая насчитывает возможно не одну сотню лет возможно и тысячу и больше о которой к сожалению мне ничего не известно давайте все по порядку это слива у нас дома появилась порядка 25-30 лет тому назад привез это сливу отец он был в дальнем селе на расстоянии где-то примерно оно удалено 30 километров там максимум и там в лесу но сейчас это лес раньше возможно это был какой-то парк сейчас в лесу там есть заброшенные помещицкая усадьба и в этой усадьбе он увидел сливы вкусные сладкие большие они ему понравились он выкопал несколько деревьев привез их домой посадил рядом с домом они прижились плодоносили позже сливы падали на землю из косточек вырастали новые деревья их мой дедушка выкопал посадил вот здесь на краю огорода потому что здесь вот еще частные участки вот здесь поле и эти сливы тут росли плодоносили первое поколение если уже отжило свое их выкорчевали это уже второе поколение слив вот этим сливом там порядка до 10 лет вкусные сливы сейчас я вам покажу плоды непосредственно это кстати кстати хочу сказать что это эти сливы уже от плодоносили они уже отходят вот слива лежит слива сладкая потому что ее едят интенсивно муравьи вы смотрите что за сутки со сливы сделали эти насекомые пробую сейчас сорвать если у меня получится найти потому что я повторюсь ли вы уже отошли такая слива одну нашел есть здесь валяется я видел вот смотрите это уже все раз вот видите вот здесь лежит смотрите к слива земли это чуть покрупнее а вот эту я сорвал только что давайте косточка отделяется когда слива уже перерастает она уже такая знаете очень спелая я не скажу что эта слива медовая но она не не имеет кислинки такая легкая легкая где-то намек когда она очень созревает она становится такая чуть-чуть даже суховато я думаю что из этой сливы получится отличное варенье даже повидло возможно и джем какой-то вот так вот это что сорвал это более сочная вот косточка выпадает вот такая вот слива довольно крупная крупнее за обычную венгерку теперь по истории о которой я говорил что мне ничего не известно я всегда думал что даже не так скажу вот эта слива росла на помещенской усадьбе сколько она росла и как туда появилась тоже никто не знает я вообще думал что на этой территории где я родился где я жил довольно много времени люди появились там ну пускай 500 лет тому назад но силу той информации которая дошла до меня буквально вчера вчера местный черный копатель археолог показал мне монеты причем не одну не две а порядка там семь штук и это только часть того что он мне показал что у него есть монеты римского привода которые он здесь находит регулярно римские пряжки какую-то сбрую элементы украшений каких-то и монеты серебряные он мне вчера показывал их держал в руках римские то есть возможно вот эти сливы пришли с римскими солдатами здесь их посадили они росли и росли уже не одно поколение не одну сотню лет поэтому к сожалению я не знаю сколько именно этим сливом но наверное они старые я так предполагаю и к чему я еще это снимаю к чему веду в этой сливы есть хорошая особенность если падает слива на землю косточка прорастает вырастает вот например такое вот деревце это косточка которая проросла из этой сливы вот одно деревце вот второе деревце то вот это новое слива абсолютно стопроцентно повторяет материнской характеристики вот этой сливы то есть у вас получится такая же из этой сливы слива как или это один в один что я хочу осенью это сделать смотрите здесь сколько вот одна слива вот вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая 8 слив на 50 на 50 сантиметров и здесь на этой сливы поросли очень много осенью я планирую выкопать несколько таких вот деревьев и посадить у себя рядом с домом чтобы у меня были такие сливы если вы хотите иметь такую сливу с историей вкусная добротная из которой можно потом получать сливы сливы и опять сливы как говорится есть такое модное слово предзаказ делайте предзаказ осенью я вам накопаю без проблем но вам нужно жить на территории украины потому что за рубеж послать дерево к сожалению не получится вот такая вот история вот такая вот слива на сегодня это все спасибо что смотрели увидимся пока